Итак, продолжаем о том, как правильно составлять гардероб, как выявить свою индивидуальность, свой стиль. Книжка называется «Лечим нечего одеть самостоятельно» или «Нужен ли вам стилист?» Я несколько предложений напомню о том, что было в прошлом выпуске, во вступительном выпуске, чтобы вы знали, о чём идёт речь. Если кто-то вдруг не слушал, поищите. Ролик называется «Нечего надеть», первая глава, а сейчас я продолжаю. Вторую часть. Итак, боги олимпийские, драгоценная, вы мне несколько часов рассказывали о вашей позиции, адрес-коде, о суровой карьере, о ваших амбициях в бизнесе. А что я вижу в вашем гардеробе? Короткие юбочки, кружева, гипюр, блузочки с откровенным дегольте, леопарды, тигры, кожаные юбки, жакеты, брюки и так далее. Так, теперь я забываю всё, что вы мне говорили до гардероба, и мы начинаем всё заново. После долгих разбирательств мы выяснили, что дама просто хочет больше секса, разнообразного, много, густо, крепко, страстно. И всю эту свою первобытную страсть она вложила в карьеру, и сексуальность подменила властью, и заигралась в неё, в эту власть. Дама разгорячилась, да, правда, да, нужно, да, вот именно так. Она почти кричала, разбрасывала по спальне своё бельё, кружевные пеньюары и ботфорты. Ну что ж, задача ясна, и мы начали собирать образ, который отвечал бы и её необузданной сексуальности, и той позиции, которую она занимала. Руководящий пост не запрещает заниматься сексом, важно лишь найти баланс во внешности, чтобы деловой стиль оставлял манёвр для сексуальности и не скатывался в вульгарность или оголтелый порношик. Тонькая грань, тонкая, опасная, но мы нашли выход мужского, в типа рубашках, расстёгнутых на две-три пуговки сверху, в смокингах, в прямых брюках, которые не обтягивают бёдра, а струятся, намечая, но не акцентируя линию ягодиц. А ещё прическа чуть небрежнее, меньше тяжёлого лака для волос, чуть-чуть ресницы, чуть-чуть, и губы чуть-чуть. Закройте колени, но откройте щиколотки, покажите запястье, вытяните линию шеи, а остальное пусть прячется в прямом жакете женщины-босса. Кстати, тоже сексуально, некоторые одевают просто на голое тело пиджак, жакет с кружевным топиком или просто хорошим бюстгальтером, чтобы было иногда видно. Но это было моё отступление. Кстати, девочки, ещё раз напоминаю, посмотрите фильм «Эмили в Париже». Кто не видел «Эмили в Париже»? Не Амили, Эмили. «Амили» — это совсем другой фильм. А вот «Эмили в Париже» там есть как раз такого типа женщина такого возраста, в возрасте, бархатного возраста. И, конечно же, костюмы шикарные. Просто обратите на это внимание. Она строгая, ведёт маркетинговую фирму, очень известную в Париже, вообще во Франции. И в то же время очень сексуально выглядит. Ну, а мы продолжаем. Итак, тонкая грань между порно-шик и сексуальностью. Но мы нашли выход в мужского типа рубашках, расстёгнутых на 2-3 пуговицы, в смокингах, в прямых брюках, которые не обтягивают бёдра, а струятся, намечая, но не акцентируя, линию ягодиц. А ещё прическа чуть небрежнее, меньше тяжёлого лака для волос, чуть-чуть ярче ресницы и губы. Закройте колени, ну, откройте щиколотки, покажите запястье, вытяните линию шеи, а остальное пусть прячется в прямом жакете женщины-босса. Развитой, разумный феминизм — это когда женщина позволяет себе быть сексуальной так, как она хочет, и тогда, когда она хочет. И когда сексуальность никак не связана с её позицией в обществе или с карьерой. Эта дама высоко взлетела, и теперь подниматься ещё выше. Также, отделив сексуальность от карьеры, она получила в руки пульт, с помощью которого сама управляет тем, когда хочет быть желанная, когда не хочет, когда хочет быть закрытой. Это я к тому, что очень важно по-настоящему искренне ответить на вопрос «Зачем?». Помните, мы с вами во вступлении, в позапрошлом ролике, было такое задание «Напишите себе письмо». Если кто не написал, напишите, ещё не поздно, и ответьте искренне на все вопросы, о которых я там говорила, спрашивала, зачем, почему, какая позиция. Я, по-моему, даже давала такую таблицу, сколько процентов у вас времени в вашей жизни или в дне, в неделе, в месяце уходит на карьеру, сколько процентов на семью, сколько на отдых и так далее. Важно соблюдать разумный баланс, конечно, не быть такой ездовой лошадкой замученной, запаренной. Но это совершенно другая тема. Мы продолжаем дальше. Итак, следующий шаг после обстоятельного письма самой себе, если вы её не написали, напишите. Это разбор гардероба, если точнее его детальная перепись. Всё нужно распределить, сначала рассортировать, что нужно, что не нужно. Там есть такая таблица, посмотрите в прошлом ролике. И да, вам не нужна специальная девушка, чтобы разобраться со всем этим. Честно, вы справитесь, я в вас верю. Для начала достаньте из всех шкафов, тайников, дальних закоулков, квартиры, из подвалов с антресолей все ваши вещи. Под словом «все», я имею в виду «вообще все», что можно надевать, обувать и так далее. Полюбуйтесь на этот курган, на эту кучу. Полюбовались? А теперь берём пачку листов, бутылочку приятного с пузырьками. Ну, вы понимаете, да? И великая перепись гардероба, процесс непростой. И важно сопроводить его правильным настроением. Пункт номер раз. Весь этот славный курган, кучу одежды и обуви вы делите на три части. В первую складываете то, что считаете базовыми гардеробами, базовыми вещами осенне-зимнего гардероба. Тёплые вещи. Во-вторую базовые вещи. Подчёркиваю за ключевое слово «базовые». Не случайные, не нарядные, а именно базовые, которые носятся всегда, на каждый день. И их можно комбинировать с другими вещами. Это базовые вещи. Так, во вторую кучу базовые вещи весенне-летнего гардероба. А в третью убираете все вещи для специальных случаев, для событий вечерние, какие-то там дорогие вещи, крокодиловую кожу, платье с пайетками, огромные кружевные платья вечерние и всё такое. И в третьей куче окажутся все карнавальные костюмы, вечерние коктейльные платья, нарядные кофточки, костюмы для походов на родительские собрания и свидания. В театр, навстречу одноклассников, на горнолыжную вечеринку, ретро-трусов, тусовку у бабушки и прочее. И прочее, прочее. В общем, даже если вы не носите вещь, но чётко понимаете, для чего она вам нужна, пусть ждёт своего часа тогда. Это то ружьё, которое когда-нибудь выстрелит. Ну, рано или поздно, должно. А обувь распределите по тому же принципу. Теперь взгляните на то место, где ещё недавно высылся курган. Там больше ничего нет? Ну что ж, выдохнули, один из этапов пройден. А, нет, там что-то осталось. То первые претенденты на отчисления. Если, раздерив гардероб на три части, вы обнаружили вещи, которые и к базовым не относятся, и специальной цели у них нет, ну, смело убирайте их в мешок для благотворительного магазина. Ну, или отдайте кому-нибудь. Отмечу, что среди этих вещей могут оказаться те, которые казались базовыми, вроде простого розового джемпера, который вы почему-то ни разу не надели. То даже его и без сожалений. Есть такое правило. Отступление опять. То, что вы не носили больше года, всё. Поставьте точку без сожаления. Если вам не жалко выбрасывать, не знаете, для чего это, просто уберите его, потом подумаем. Пункт номер два. Перед вами вместо одного кургана теперь три. Три кучи. И вот здесь я прошу вас, молю, требую. Сделайте так, чтобы для них в вашем жилище образовалось три отсека. Три раздела. Три шкафа. Три пространства. Всё, что угодно, смотря какая куча. Гардероб важно, необходимо разделить хотя бы потому, что именно объём создаёт ложное впечатление наполненности и активизирует пресловутый синдром «мне нечего надеть» при избытке вещей. Вы можете периодически вытаскивать вещи из разных отделов, соединять их вместе, комбинировать, но не забывайте возвращать их на место, в тот отсек, в котором вы его определили. Иногда летняя вещь может стать частью зимнего образа, или наоборот, а блузочка, припасённая для вечеринки, вдруг неожиданно впишется в дневной костюм, но это не отменяет их постоянного места жительства. Погуляла блузонька? Ну, возвращайся. Вот славно. Дуй домой. Пункт номер три. Теперь соберите вещи из этого кургана для специальных случаев, то есть вечерних, и пересчитайте их по категориям. Составьте табличку. Коктейльные платья, вечерние платья, парадно-выходные костюмы категории «в пир и в мир» и брючные, юбочные. Исходя из вашего письма, самой себе подумайте, каких пространств в вашей жизни нет, но хотелось бы обзавестись, потому что очень часто в гардеробе женщины есть много, куча целой одежды, не ношеной, а на праздничный случай и всё такое, на которой она так и висит. Но случая не представилось, или ещё что-то в этом духе. Исходя из вашего письма, собой себе подумайте, каких пространств в вашей жизни нет, но хотелось бы обзавестись. Куда давно хочется сходить? Ну, всё никак. Модные вечеринки, подростковые танцульки, романтические свидания, походы в театр, посещение фестивалей или авангардных вернисажей. Распишите в этой табличке те позиции, для которых у вас одежды вообще нет. Отдельной графой выпишите цвета, перепишите все цвета своего специального гардероба, поиграйте в статистический отдел. Составьте эту статистику, наконец. Сколько вещей, каких цветов, какие цвета преобладают. Отдельно выпишите те цвета, которых вообще нет, и попробуйте понять, почему они отсутствуют. Не нравятся, бесят, или вы считаете, что они вам не идут. Выделите те предметы, которые можно комбинировать с другими, или иногда соединять с вещами из базового гардероба. Например, смокинг. Предмет вечерний, парадный, но вполне допустимо надеть его с джинсами и с футболкой, или даже с водолазкой. И да, не скупитесь на комментарии в своем списке. Они могут натолкнуть вас сами их же на интересные сочетания. Примерно такая табличка у вас и должна получиться. Ну, например, коктейльное платье ниже колена из шелка. На какой случай? На корпоратив, в театр, в выпускной, на свадьбу подруги, или так-то. Цвет описали. И вставляете свой комментарий. Можно носить с длинным кардиганом, но не хватает сумочки. Ну, или другой, например, комплект. Двубортный жакет с золотыми пуговицами и широкие брюки. На какой случай? Ну, на церемонию. Женщина года, гламур, день рождения генерального директора, открытие выставки в музее. Цвет молочный. Комментарий. Жакет можно носить с джинсами днем или с узкой юбочкой и блузкой рубашкой на работу. Теперь вещь другой. Нет вечерних платьев. А на какой случай? Ну, на бал, например. Какого цвета? Розовый. Это, естественно, то, что у вас нет. А комментарии? А почему нет? Хочу на бал. Надо бы задуматься о платье. Ну, и о принце. Или все ж без принца обойтись? Ну, и последний пример. Например, отсутствует дизайнерский брючный костюм. Возможно, с вышивкой. На какой случай? Лекция в закрытом интеллектуальном клубе, например. Может быть, синего цвета костюм. И комментарий. Давно хочу попасть на лектора N, но он выступает только в закрытом формате. Нужно соответствовать. Ну, в общем, есть куда стремиться. Итак, вещи переписаны. Табличка составлена. Теперь выделите для каждого комплекта индивидуальные плечики. Это важно. Не вешайте все в кучу. И уберите в отдельный отсек. Ну, или в шкаф. Если хотите развлечься, можете к каждому комплекту добавить бирочку с описанием того специального случая или повода, которого он ждет. Этот комплект. Может быть, с биркой платье для театров. Или свидание скорее будет надето по случаю, чем без бирочки. Но бирочки – это так, исключение. Исключительно для увеселения. Пункт номер четыре. Теперь все идет сложнее. Отправляемся разгребать кучи вещей из сезонных гардеробов. Те, что находятся в категории базовые. Нужно будет проделать процедуру дважды для каждого сезона. Для начала пересчитайте вещи своего сезонного базового гардероба. Сколько их всего? Попробуйте оценить, много это или мало. Впрочем, много и мало понятия относительные. Ну, давайте уточним. В месяце в среднем 20-25 рабочих дней. У всех, конечно, обстоятельства разные. Но давайте представим абстрактно усредненную ситуацию. На 20-25 рабочих дней вам нужно от 10 до 20 образов. И эти 10-20 образов легко составляются из плюс-минус 30 вещей, не считая обуви и аксессуаров. Да, базовый сезонный гардероб – это совсем немного предметов. Огромная гардеробная со стройными рядами туфель и выдвижными шкафами, где по цветам и видам развешаны сотни нарядов, это, извините, текстильный морг или фонда-хранилище, кому как угодно, но не гардероб. Только ту часть вещей, что отобраны вами для специальных событий, при большем желании можно превратить в музейный склад, где количество не ограничено ничем, кроме ваших финансовых возможностей и фантазии. Не дают покоя лавры Кэрри Брэдшоу? Мечтаете о театральной костюмерке, где тысячи образов можно примерить перед зеркалом? Тогда отправляйтесь в пункт номер три и резвитесь там, пока не устанете. Здесь же мы говорим о базе, о тектонической плите вашего образа, о тех вещах, которые вы будете надевать, не задумываясь. Открыл шкаф, увидел 30 вещей, собрался, полетел. Мы живем в быстрое время, когда информационные поводы не живут и суток. Долго разбрасывать вещи по спальне в поиске идеального сочетания – это роскошь. Итак, пересчитав вещи, вы выделите те, которые вы ни разу не надевали за последний год. О, вот отличный экземпляр. Это не вещь для специального события, это просто зеленый свитер, который вы когда-то купили на распродаже и теперь решительно не носите. Базовый свитер. Ага, на сколько раз вы его надевали? В базовой части гардероба не может быть вещей, которые не носятся годами. Базовая часть гардероба – это то, что можно комбинировать и одевать, не глядя. Смахнули скупую слезу и попрощались со свитером. Туда же его. Отдавайте его. Не место ему в вашей жизни. Итак, все оставшиеся записываем в уже знакомую вам табличку. Все, что осталось. Отдельно выпишите группы вещей и подсчитайте их. Брюки, блузы, свитера, водолазки, юбки, платья. Не забудьте подсчитать цвета и выделить те, которых нет. Должна получиться чистая статистика. А если не лень и случился приступ творчества, можете даже графики нарисовать. Итак, последний пункт номер 5. Это, естественно, одной переписью дело не ограничивается. Главное – это сочетание. Проводим эксперимент. Возьмите первую попавшуюся вещь из базового раздела не глядя. Попалась вам, скажем, блузка-рубашка с воротом опаш, ткань с отливом. А теперь составьте с этой блузочкой максимальное количество комплектов. С чем ее можно носить? Так вот, если у вас для этой блузоньки есть специальная юбочка, и этот ансамбль цельный и неделимый, тогда в топку обоих, обеих, не терпит разумный гардероб моногамии. В правильном шкафу все должно сочетаться. Юбочка с блузочкой, блузочка с брюками и так далее. Две-три неразлучные пары, возможно, да и то в случае, если это деловые костюмы, где брюки и жакет сшиты из одной ткани. А в остальном исключительно свободные отношения. То есть все должно комплектоваться. Взгляните на свою таблицу с переписью вещей, и к каждой вещи добавьте количество сочетаний. Сколько сочетаний, то есть сколько вариантов. Отметьте, со сколькими вещами сочетается джемпер, водолазка, жакет. Со сколькими вещами? Выделите недостающие части, что нужно докупить. Определите, каких вещей не хватает, чтобы повысить сочетаемость и упростить формирование комплектов. Обычно на этом этапе четко выявляется дефицит тех или иных предметов, цветов, комплектов. Составьте список необходимого. Рубашки, кардиган, синие брюки или красный джемпер. Список – это необходимый пункт. Итак, поздравляю, вы проделали большую работу, перебрав свой гардероб, разделив и пересчитав его, убрав лишний, выделив недостающий. Ура! Вы, большая молодец, горжусь и заклинаю вас, сделав это все, не бегите в магазин, как бы не хотелось. Держите себя в руках. Шопинг на этом этапе опасен. Да, вы составили список, поняли, что есть, а чего не хватает. Но ни в коем случае нельзя поддаваться соблазну сразу же бежать и покупать. Нет, у вас в руках две стопки бумаги. Во-первых, это ваше письмо самой себе, а во-вторых, список и статистика вашего гардероба. Поживите с этими списками 2-3 недели, а лучше месяц, ничего не предпринимая. Возвращайтесь иногда к своему письму, сочетайте вещи, собирайте комплекты из имеющегося, но ничего не покупайте. Мысли о себе и своем образе должны настояться, вызреть. Просто поживите с ними. В противном случае можно наломать немало дров и вернуться к тому, с чего я начала в первом абзаце, в первой главе. Помните про Оливье? Итак, дышим ровно, начало у нас есть. На сегодня всё. В следующий раз поговорим о нюансах фигуры, как что кашировать, как что прятать, как что выделять, как что надевать. Я надеюсь, вам понравилось. Пишите свои комментарии, общайтесь друг с другом хотя бы. Или напишите, какая тема вас интересует. Я тут недавно книжку нашла. Бода Шефер. Ну, это немецкий коуч, который про деньги всегда говорит. В общем, бизнес-коуч. Наставник. И книжка называется «Деньги идут женщинам на пользу». Я её сама пока не читала, но если вы хотите, потом эту книгу закончим, я вам могу почитать. Интересная тема. Сейчас. Всё. Спасибо. Ставьте лайки и рекомендуйте друзьям, чтобы я чувствовала, что это кому-то нужно, интересно.